В индустриальном районе города Лонг-Айленд, пригорода Нью-Йорка, на складе хранится огромная коллекция так называемого стекла Тиффани, витражных изделий американского художника и дизайнера Луиса Комфорта Тиффани. Коллекция была начата в 1969 году Игоном Неустаттом и его женой Хильдегард. В 1935 году они купили свою первую лампу Тиффани, абажур в форме нарцисса, в комиссионном магазине в Нью-Йорке, когда обустраивали дом сразу после свадьбы. С этой замечательной лампой и началась коллекция. Они так увлеклись витражами Тиффани, были просто зачарованы их красотой, и всю оставшуюся жизнь поволняли коллекцию. В результате Неустатты собрали больше 200 ламп Тиффани. В 1967 году они купили этот огромный склад со стеклом Тиффани, которое осталось после закрытия производства в 1937 году. Изначально мастерские находились в Квинси, так что большая часть этого стекла была сделана здесь, в Нью-Йорке. Американский художник Луис Комфорт Тиффани был сыном Чарльза Льюиса Тиффани, основателя знаменитой ювелирной компании. В конце 19 века он создал свою студию, где производил витражные окна и абажуры для ламп из цветного стекла. Луис Тиффани скончался в 1933 году, а в конце 30-х закрылась и его студия. Чрезвычайно важно, что коллекция Неутстатов задокументировала эту невероятную страницу в истории витражного искусства. Тиффани действительно изменил историю витражного искусства и ввел, как вы видите, все эти невероятные цвета и текстуры, различные узоры и разную степень прозрачности. Он действительно создавал картины из стекла. На складе в Лонг-Айленде есть все виды стекла Тиффани. Стеклянные мантии, сделанные специально в форме не спадающей ткани, стекло с волнами, имитирующими воду, стекло в виде драгоценных камней, мозаики и витражи. Все это отсортировано по цвету и размеру. Эта некоммерческая коллекция редко открыта для публики, однако частично выставляется в музее Куинса в Нью-Йоркском историческом обществе.